Добренькое утречко. У нас, оказывается, балкон выходит на рассвет, так что нас встречает солнышко. Ева у нас здесь проснулась по нашему Уральскому, но, в принципе, мы этому очень рады. Уже вполне даже выспались. Сейчас как раз успею сделать здесь йогу. Я выйду сейчас в прямой эфир. Дальше мы идем на завтрак, и затем у нас с Денисом будет супер сумасшедшее мероприятие. Что-то похоже на то, что мы делали в Сочи, но все увидите. Так, я захожу в Инстаграм, выбираю прямой эфир. Доброе утро, страна. Привет, привет. Ранние вставки. Хотя у кого сейчас какое время? Получается, если на Урале у нас 8, то в Москве 6. Сегодня я с вами проведу маленькую разминку, потому что у меня коврика с собой нет. Теперь едем завтракать. Посмотрите на это великолепное. Ева, ты милаш. Настя, ты напугаешь людей. У нас была такая раньше с Настей фишка, это называлось девочка-себдечка. Мы делали губами, сочи лицом, всемдечка. Давайте это. Все, вы знаете все обо мне. Мы сидим на завтраке, и закончили уже на самом деле нашу трапезу. Здесь было очень сложно не выбрать все. А, важно сказать, что я не сказала, что вообще, Настя, доброе утро. Мы путешествуем с Денисом, с Евочкой, разумеется, и с Настей. Настя, моя сестра. Впервые на полтора часа мы, ну или на час, мы оставим Еву с Настей. Но мы очень надеемся подгадать все так, чтобы она спала, либо только проснулась. Потому что у нас с Денисом будет экстремальное мероприятие. Я сама даже не знаю толком, что это будет. Вроде мы будем летать между небоскребом. Тук-тук. Ева. Давайте я вам задам вопрос. Ева, как тебе тут? Малыш, ты готова быть? На попечительстве. Как это говорится? Ну да, у тети. У тети. Ты радуешься? Радуешься? Мы даже не знаем, где мы будем прыгать, что это такое. Мы ничего не читали. Но тем интереснее, говорит Денис. А когда гуляешь, это волк или волк? Не читай. Просто волк. Долгий волк. Но волк. Но просто есть лапша волк, знаешь, как бы. Это другое. Ну как она читает? Там волк. Волк. Потому что там написано О внутри. Вот так вот. Это у нас Настя, вообще-то преподаватель по-английски, нам очень повезло. Потому что, если что, вот такие уточнения можно делать. Дай пяточку. Какая красота. Вот если хотите ощутить именно высоту, то нужно идти именно сюда. Даже не на Бурдж-Халифа, которая, между прочим, выше, да? Там красиво, но там не ощущается высота. А это, это прям вообще-таки эмоции. Субтитры сделал DimaTorzok Девочка, расскажи, как тебе с тетей Настей было время проводить. Ева. А, тетя Настя, как тебе? Очень хорошо. Сейчас я вам кое-что покажу. Обалдеть. Просто, знаете, стены высоченные, красивенные. Мы пришли пообедать вот с таким потрясающим видом. Ну, мне кажется, здесь все с потрясающим видом, куда бы ты ни пришел. И очень интересное, кстати, приготовление яйца. Потому что мы только здесь увидели... Хотела потрогать, показать, но как бы это еда Дениса, ладно. Только здесь мы увидели, как зажаривают таким образом яйца. Это цезарь с креветками. Такая тут атмосфера Нового года и Рождества. Несмотря на то, что так жарко, и мы в шортах. Очень красиво, атмосферно. Ева, давай посмотрим в окошко. Посмотрите, свинушка. Я не знаю, как это произошло, но меня ноги привели в H&M детский отдел. Я решила посмотреть, что здесь есть. Можно привезти одежду из Дубая? О, что? Что именно? Вот это? Ева, вот это? Или какая-нибудь потеплее? На шесть месяцев плачка не какой-то некрасивая. Не наш стиль. И для меня тренировка. Дети, Зёля, ты маленький. У нас посвящение нашего солнышка в море. Кто солнышком? Девочком. Ты считаешь солнышком? Вот водичка в море, на самом деле, не очень тёплая. Ну, как-то нормальная. Но мы выбрали бассейн. Но посвящение должно быть, потому что пяточки нужно помочить. Да, Ева? Да. Тит. Два. Один. Буль-буль. Не поняла это в русской? А-а-а-а. Ещё одно утро в Дубае. Сегодня у нас йога не на балконе, а здесь. Мы зарегистрировались на йогу. И йога это будет с красивейшим видом на аквариум с рыбками. Я сначала прочитала, что это underwater йога, то есть под водой. И подумала, что как это бывает. Но нет. Мы сейчас ждём захода. Ева осталась с Денисом. Ты же не любишь попадать ко мне в кадр? В общем, мы уже занимались. Уже позавтракали даже, потому что были очень голодные. И это было так классно, несмотря на то, что я мало чего понимала. Потому что всё-таки вся йога была на английском. Главное, что инструктор всё показывал, и я повторяла за остальными. Там было небольшое эхо. Из-за этого, знаете, весь звук немного так отражался. И мало чего было слышно, чего было понятно. Но в йоге самое главное не это. Тысячный раз убеждаю, что йога это прямо моё-моё. Потому что это такое расслабление, но одновременно нереальный заряд на весь день. Боже мой, я смотрю на этот Атлантист, и я не понимаю, что вообще за размеры. У нас сегодня целый день в нашем отеле. Здесь много разных активностей, которые можно использовать. Например, аквапарк обалденный. Огромный аквариум с рыбами. В общем, такой сегодня насыщенный тоже денёк. Вот так идёшь мимо, просто акулы... Это тунец? Мне кажется. Ну, не здоровая, давай, ну на полу. Ева, как тебе вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы, как всегда, в своём репертуаре прокатились на самых экстремальных горках. Я как раз выяснила, куда, на каких горках можно брать телефон, чтобы всё вам показать. Потому что это очень захватывающее зрелище. Мы меняемся, так как у нас теперь ещё две руки появились. Это намного проще, намного удобнее. То есть, если мы с Денисом куда-то убегаем, в принципе, это ненадолго. Настя остаётся с накормленной и, в идеале, со спящей Евой. У нас, знаете, сейчас был с Денисом прям какой-то медовый день. Бывает медовый месяц, у нас был медовый час даже. Потому что я накормила Еву. Ева уснула. И мы оставили Еву с Настей. Это было, знаете, прям как в мультиках. Ну, погоди, когда ты на месте разгоняешься и просто... И мы побежали на всех самых крутых горках кататься скорее, пока есть время. Пока есть время, получается, примерно 40 минут, пока Ева спит. Всегда это по-разному. Самый минимум это минут 30-40. А максимум вплоть до двух часов Ева может спать. Но это прям, знаете, суперидеальный вариант. И мы с Денисом просто побежали. Но мы успели очень многое, на самом деле. Мы успели прокатиться на самых классных горках. И это было так драйвово. Мне кажется, от того, что ты ещё больше ценишь момент, от того, что ты ценишь время. Этот час прошёл супер насыщенно. Знаете, не так насыщенно, как иногда проходит день в аквапарке. И мы, значит, прибегаем. И я говорю, какие у тебя ставки к Денису? Он говорит, я думаю, Ева проснулась и улыбается. Я говорю, я думаю, Ева проснулась уже. И, возможно, даже на ручках Настя там что-то развлекает. Мы приходим, Ева спит. Здесь нереально красивая территория. Такие масштабы, такие размеры. В том году мы как-то пропустили много горок. Я ещё и была беременна, конечно. Но даже Денис не катался на горках. Он просто не знал, что тут такие есть. Тут есть горка, когда у тебя под ногами проваливается дно. И ты летишь в свободном падении. Поднимаемся с Настей во второй раз, чтобы просто снять. Понимаете? О, да, примерно так я буду сейчас выглядеть. Ну, давай. С Богом. Так, спокойно, да? Нет, вот когда здесь девушка... А, вот, я слышала, да? Когда здесь девушки, это прям целый ритуал. Они там молятся, всё. Лук сходишь? А можно я туда попаду? Ой, конечно. Всё-таки в себя, везде. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Да ты моя умничка, да ты мой отец. Дядя, у нас здесь не при чём. Ему все делает своими ножками. Где он направо? Так, здесь у нас всё фаскудное, да? Шаурма какая-то. Чай салат. Всё это чай салат. Порции здесь, конечно, очень-очень такие огромные. Мы, кстати, заказали по салату и пенны с томатом. Денис тоже пенны, ты повторил за нами, да? Я первый выбрал. И свою индийскую еду. И мы берем фреш здесь постоянно. Вкусно, да? Я хочу тоже уже начать, поскорее. Сегодня у нас по плану снорклинг. Это такое плавание с рыбками, где, не знаю, я бы сказала, вроде с акулами он сейчас упал, но не знаю. Это не дайвинг, где ты погружаешься глубоко под воду, а это именно под поверхностью воды. В общем, с трубкой и с маской. Это буквально полчасика. Мы Настю с Евочкой оставляем благополучно во второй раз. Вот такую штучку нам дали, и мы заказали еще GoPro, чтобы там была съемка. Рыба прыгает. Что это такое? Рыба прыгает. Боже мой. Рыба прыгает. Рыба прыгает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...